Продолжение следует... Рекомендую досмотреть ролик до конца, там, как обычно, самое интересное. Уточняю при этом, что реальный суверенитет определяется не строчками в Конституции, если верить буквам, то и Украина с прибалтийскими в Эмиратами суверенные страны, а способностью этот суверенитет обеспечить с помощью экономических, военных и политических средств. Когда месяц назад стало известно о том, что Россия перестала покупать долговые бумаги США, на это некоторые персонажи ответили привычным «Вы все врете», а некоторые даже утверждали, что просто закончился срок действия части Трежерис, а новые не успели купить. Напомню, тогда оказалось, что Россия сократила свои вложения в ценные бумаги Госказначейства США в два раза, с 96 миллиардов до 48 миллиардов долларов. Однако, вот вышел следующий майский отчет Минфина США, и что же мы видим? Россия не только не восполнила свои запасы Трежерис, но еще и больше сократила их. В майском отчете Минфина США Россия вообще выбыла из списка крупнейших инвесторов в госдолг США, состоявшего из 33 позиций. По состоянию на май, последнюю позицию в списке занимает Чили с 30 миллиардами Трежерис на балансе. В общем, мы сократили вложения до 14,9 миллиардов, то есть в три с лишним раза. При этом подчеркиваю, общая величина золотоварютных резервов не сократилась, а это значит, что деньги не были потрачены, а просто переведены из долларовых ценных бумаг в другие валюты. То есть в апреле это не была случайная флуктуация, как нас пытались уверять некоторые либеральные экономисты, а продолжается целенаправленная детоларизация. И крики всепропальщиков о том, что Россия остается колонией США, сегодня еще более далеки от реальности, чем обычно. Впрочем, я почему-то уверен, что эти крики все равно продолжатся. Есть, например, такой персонаж, как лидер всепропальщиков Болдырев. Если Россия, по его словам, является колонией США, то почему в западных СМИ такая отчаянная истерика по поводу независимых действий России? На что он отвечает, что это делается, чтобы обмануть рядовых россиян. Вот вам несколько свежих обложек, ведущих западных СМИ. И так далее. И все это, согласно Болдыреву, исключительно, чтобы обмануть Васю из Уфы и Ваню из Перми, которые уверены, что Россия обладает реальным суверенитетом. Коварство за кулисы безгранично, а карательную психиатрию, хотя уже и вернули, но она еще не успела дойти до отресатов. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной аналитики о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok